Открытая студия Павел Панфилов Телезрители и радиослушатели Что работает телефон прямого эфира 99 45 45 По нему вы можете к нам дозвониться Если вы слышите нас где-то в области Код города Мурманска 8 815 2 Также работает Телеграм и Вайбер по номеру телефона 8 921 708 20 06 Присылайте туда Ваши вопросы Все обсудим и на все ответим Ну что ж, Павел, давайте приступим Начнем с первого вопроса Есть же две категории граждан Отчитывающиеся о доходах Те, кто обязан это сделать Кто хочет заявить налоговый вычет То есть наоборот вернуть свои денежные средства Которые ранее уплатили в бюджет Сроки предоставления декларации для них ведь разные И какие все-таки граждане Относятся к категории лиц Обязанных представить декларацию о доходах Да, ну сразу скажу Что у нас проводится налоговыми органами Декларационная кампания ежегодно Начинается 1 января И заканчивается 30 апреля Ну точнее даже не заканчивается Мы и дальше продолжаем эту работу Вот, и декларационная кампания направлена Конечно, прежде всего У нас на то, чтобы представили Декларации граждане, которые обязаны Представить декларацию То есть первая категория Это те, кто обязан представить декларацию Вот, для них установлен срок Представления декларации Это 30 апреля каждого года Это госслужащие? Нет, это не госслужащие Кто это? То есть госслужащие вообще Ну точнее госслужащие могут быть обязанными Но мы сейчас говорим о налоговом законодательстве Не о законодательстве о госслужбе То есть госслужащие сдают справки о доходах Это по другому законодательству И в данном случае не имеют отношения К декларационной кампании Вот То есть, но при этом госслужащие могут Являться обязанными Сдать декларацию 3 НДФЛ Если они там, ну, получали какие-то другие доходы Допустим, от аренды имущества Или продали имущество Вот, тогда в этом случае у них есть обязанность Вот, но, значит, для лиц, которые обязаны сдать декларацию Для них установлен срок 30 апреля года следующего за отчетным Вот Для... Еще есть другая категория граждан Которые хотят получить какие-либо вычеты Имущественные, там, социальные, стандартные Вот И в таком случае Никакого срока Представления декларации Для них не установлено Они могут сдать декларацию В течение всего года Поэтому, в принципе, им Ну, особо торопиться Не нужно Вот в первые, там, 3-4 месяца Сдавать декларацию Они могут сдать ее В течение всего года Вот Единственное для них ограничение есть Это трехлетний период Для возврата налога То есть Они в 2021 году Могут сдать декларацию За 20-й За 19-й За 18-й годы В 2021 году сдавать декларацию За 17-й год Уже смысла нет Потому что налог возвращен не будет То есть Это мы говорим сейчас О 18-ти процентах Правильно? Про 18-ти процентов Что за 18-ти процентов? Ну, 18-ти процентов Есть же ведь Такая вещь, как Налоговый вычет Да Вот сколько процентов он составляет? Ну, 13-ти процентов А, 13-ти процентов Все расшибся, да Да То есть Налоговый вычет Это, по сути, Это возврат налога Уплаченного ранее То есть Если человек Не является Плательщиком НДФЛ Ну, то есть Он не платил налог На доходы физических лиц В течение года Или с него Налоговый агент Его не удерживал То, как бы Ему и возвращать нечего Он не имеет права На получение вычета То есть Только те люди Которые в течение года Платили НДФЛ Либо сами Либо С них налоговый агент Удержал Только те люди Имеют право Заявить налоговый вычет И вернуть себе 13% Суммы Годового дохода Либо сумму Вот этого налогового вычета Если сумма вычета Будет меньше, чем Годовой доход Вот Но, как бы Сейчас все-таки Хотелось бы поговорить Про тех граждан Которые все-таки Обязаны Сдать декларацию Вот, да Кто все-таки Кто все-таки Эти люди Кто эти люди Вот В первую очередь Это касается Индивидуальных предпринимателей Индивидуальных предпринимателей Не всех А только тех Которые не Применяют Специальные налоговые режимы То есть Те, которые не были Зарегистрированы В 2020 году Как плательщики Там ЕНВД ЕСХН Там По патентной системе Вот Либо не были На упрощенной системе Налогоблажения Вот И Эти предприниматели Обязаны Отчитаться Сдать декларацию О доходах По форме 3НДФЛ Вот И тут еще По поводу предпринимателей Хочу уточнить Чтобы Не все Почему-то Предприниматели Это понимают И не все Сдают декларации То есть Если предприниматель Даже он перешел На какой-нибудь Спецрежим Но не с 1 января года То есть Не 1 января 2020 года А допустим Ну даже если 11 января То есть Первый рабочий день Но перешел На какой-то другой Спецрежим То за период С 1 января По 11 января Он должен Отчитаться О доходах По форме 3НДФЛ То есть Сейчас он должен Сдать за эти 10 дней Даже если это Нулевая декларация Он все равно Должен ее сдать Вот Это касается Предпринимателей Дальше Вторая категория Обязанных Отчитаться Это Нотариусы Занимающиеся Частной практикой Адвокаты Учредившие Адвокатские кабинеты И другие Другие лица Занимающиеся Частной практикой Ну это Например Арбитражный Управляющий Есть Частные детективы У нас Есть Частные охранники То есть Эти люди Также обязаны Отчитаться В своих доходах До 30 апреля Следующая категория Людей Большая Самая большая Категория Людей Которые Обязаны Отчитаться Это Лица Продавшие Имущество В предыдущем Году То есть Квартиру Например Ну например Квартиру Но это Касается Любого Имущества В том числе И транспортных Средств И гаражей И любого Другого Имущества Что касается Этих лиц Значит В отношении Недвижимого Имущества Там Зависит Все Обязан Отчитаться Человек Или не Обязан В зависимости От того Сколько Лет он Владел Этой Недвижимостью То есть Если он Владел Недвижимостью Больше Минимального Срока Владения То Тогда Он Не обязан Сдавать Декларацию По доходам Полученным От продажи Минимальный Срок Это Три Года Минимальный Срок Нет Там В зависимости Опять же От Ряда Условий То есть Есть Три Года Есть Пять Лет Значит Три Года Относится К тем Объектам Недвижимого Имущества Если Право Собственности На этот Объект Недвижимости Получено Плательщиком В порядке Наследования Или По договору Дарения От Физического Лица Признаваемого Членом Семьи Или Близким Родственником То есть Если По Наследству Перешло Три Года Дальше Право Собственности На объект Недвижимости Получено Многоплательщиком В результате Приватизации То есть Если Приватизировал Квартиру Тоже Три Года Если Право Собственности На объект Недвижимого Имущества Получено налогоплательщикам, плательщикам ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. Вот тоже такой особый случай. И если в собственности налогоплательщиков, включая совместную собственность супругов, на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде квартиры жилого дома или части квартиры, или части жилого дома, или доли в праве собственности на жилое помещение, не находится иного жилого помещения. Ну, то есть, грубо говоря, если продали единственную квартиру, тогда тоже срок будет 3 года исчисляться. В иных всех случаях, то есть это вот только в этих 4 случаях срок будет 3 года. А в иных во всех случаях при продаже недвижимости срок должен быть 5 лет. В отношении движимого имущества, либо иных объектов собственности, срок владения также 3 года. То есть это касается машин, валют. Там драгоценные металлы. Вот это все 3 года. То есть это вот, это самая большая категория граждан, которые обязаны отчитаться о своих доходах за предыдущий год. Но, к сожалению, почему-то каждый год у нас граждане забывают об этом, что они вспоминают. Вспоминают в последний момент и бегут уже устраиваться. Ну, они бывает, что и не вспоминают, и налоговые органы им напоминают об этом постоянно. То есть мы обзваниваем всех этих граждан, у кого информация о телефонах, чьих у нас есть. То есть мы письма направляем, пытаемся через заработодателей воздействовать на них, ну и иными способами. Ну, смотрите, сейчас вот в настоящее время, в условиях пандемии, да, есть ограничения на массовое скопление людей. И налоговые инспекции Мурманской области сейчас ведут прием только исключительно по онлайн-записи. А есть ли какие-то варианты сдать декларацию по-другому, кроме как лично прийти в инспекцию? Ведь запись там огромная, людей очень много. Тех, кто, правильно вы говорите, там декларацию нужно сдать, например, продал машину, все, нужно отчитаться за это. И таких людей будет масса. Вот как с этим быть? А как можно декларацию подать другим способом? Ну, вообще существует несколько способов представления декларации. Я вот еще попозже все-таки вернусь к этому вопросу, кто обязан, потому что там обязанных очень много. И хотелось бы все-таки всех перечислить. Но по поводу сдачи декларации. Значит, в настоящий момент, помимо заполнения на бумажном носителе декларации, существует масса других способов представления ее. То есть, ну, самый, как бы, такой, близкий к бумажному носителю, это представление декларации по почте. То есть, человек, ну, помимо того, что сейчас по записи человек может прийти в инспекцию, там еще на входе в каждую инспекцию сейчас установлены боксы, такие специальные для почты. И, в принципе, человек, заполнив декларацию, на бумажном носителе может ее туда принести и положить, оставить. То есть, она будет зарегистрирована в тот же день. Дальше, значит, помимо этого способа можно представить декларацию, ну, по почте, да, как я уже сказал. То есть, отправить ее по почте. И при этом по почте можно отправлять вплоть до 12 часов ночи последнего дня срока. То есть, 30 апреля, там, в 12 часов ночи можно отправить, но только чтобы при этом был штемпель на конверте. О том, что это 30 апреля. Да, что 30 апреля, допустим, отправлено. Тогда оно будет считаться представленной вовремя. Вот. Потом можно представить через уполномоченных представителей. То есть, можно прийти к специальным организациям, которые помогают заполнять декларации. И эти специальные организации либо, опять же, могут представить эту декларацию в электронном виде, отправить по телекоммуникационным каналам связи, либо на бумажном носителе выручить человеку, и человек сам ее сдаст. Потом человек сам может представить декларацию по телекоммуникационным каналам связи, получив, ну, правда, для этого нужно получать квалифицированную электронную подпись. Ее нужно получать, ну, тоже там есть специальная процедура, то есть, достаточно сложно ее получить, и при том, не бесплатно. Вот. Поэтому это... Это непростой способ. Ну, да, это непростой способ, но этим способом, как бы, пользуются предприниматели. То есть, они могут представить. Для физических лиц, да, это непростой способ. И вот. Но самым, конечно, простым способом для физических лиц в настоящий момент является представление декларации через личный кабинет физического лица. То есть, это самый простой и самый лучший способ представления декларации, на самом деле. Потому что, зайдя в личный кабинет свой физического лица, то есть, там можно заполнить декларацию по любому поводу. И сейчас это все реализовано просто, как даже человек, который никогда в жизни не пользовался и не заполнял декларацию, даже не имеет представления о ее форме, ему, в принципе, этого и не надо, ну, иметь представление о форме, и даже не надо знать, как ее заполнять, потому что все заполнение декларации в личном кабинете физического лица сводится буквально к ответам на просто поставленные вопросы. То есть, там вначале человек указывает вид декларации, то есть, по какому поводу он хочет ее сдать, то ли он хочет отчитаться от продажи имущества, тогда он, ну, следующий вопрос ему задается, какое имущество вы продали там, за сколько вы его продали, он просто дает ответы на эти вопросы, и эти ответы заносятся уже в те строчки декларации, куда они должны быть отнесены. Вот, и уже после, ну, простановки всех ответов, соответственно, формируется форма декларации, и в электронном виде ее можно отправить прямо из личного кабинета, получив неквалифицированную там электронную подпись. То есть, получение этой подписи, оно как бы предусмотрено прямо в личном кабинете, оно там занимает несколько, ну, некоторое время, от нескольких часов, может быть, до одного дня, вот, но, в принципе, это все просто, и сложностей. Можно один из таких способов, как раз-таки в период пандемии, чтобы никуда не ходить, ничего не делать, набрал все. Конечно, это способ, помимо того, что никуда не надо ходить, это еще и удобный способ в плане отправки декларации, но еще и потом отслеживания, то есть, там уже сформирована декларация, то есть, человеку не надо хранить ничего там на бумажных носителях, через несколько лет все, может возникнуть ситуация, что понадобится эта декларация, все это будет уже в электронном виде храниться, и более того, человек сможет отслеживать в личном кабинете информацию о ходе камеральной проверки этой декларации, о том, подтверждена сумма, там, допустим, к возврату или, наоборот, к уплате налоговым органам или нет. Ну и вообще, личный кабинет – это очень удобная вещь, как бы. Ну, давайте мы к вопросу личного кабинета вернемся во второй части нашей программы, но также поговорим еще о тех, кто все-таки должен сдать декларацию о категориях граждан. Еще много интересных вопросов у нас впереди. Напомню, что мы работаем в прямом эфире 99-45-45, телефон нашей студии, поэтому дозванивать сейчас прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Продолжается программа «Открытая студия», совместный проект телеканала «Арктик ТВ» и радиостанции «Рекорд». Напомню, что у нас сегодня в гостях начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Мурманской области Павел Панфилов. И обсуждаем мы сегодня декларационную кампанию, которая стартовала 1 января, и срок которой подойдет вот-вот уже 30 апреля. Буквально совсем недолго осталось до этого момента, поскольку время течет очень быстро. Напомню, что мы работаем в прямом эфире 99-45-45, телефон нашей студии. Также готовы принять ваши сообщения в Телеграм и в Вайбер. Пишите на номер 8-921-708-2006. Ну что, мы тут немножечко поговорили о том, какими способами можно сдавать декларацию, но не договорили про категории граждан, которые обязаны это делать. Вот давайте, Павел, мы вернемся к этому вопросу и все-таки озвучим нашим телезрителям и радиослушателям, кто обязан сдавать такие декларации. Ну вот, то есть, самые крупные категории я перечислил, но еще есть другие категории граждан, которые должны сдать декларацию. Ну, в частности, это люди, которые получили физические лица, которые получили доходы от других физических лиц и организаций, которые не являются налоговыми агентами. То есть, на основании либо трудовых договоров, либо договоров гражданскоправового характера, включая доходы по договорам найма и договорам аренды любого имущества. То есть, это, по сути, все у нас лица, получающие доходы от иных физических лиц, которые не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Потому что предприниматели, они будут выступать как налоговые агенты и должны будут удержать налог с выплачиваемой суммы. А физические лица, которые не являются предпринимателями, у них такой обязанности удержать налог из выплачиваемой суммы нет. И, соответственно, человек, который получил доходы от других физических лиц, должен сам отчитаться. Следующая категория физических лиц, которые должны сдать декларацию, это налоговые резиденты Российской Федерации, за исключением российских военнослужащих, проходящих службу за границей, получивших доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, исходя из сумм таких доходов. Сразу еще поясню, что у нас налогобложение осуществляется на основании резидентства, то есть не на основании гражданства, а резидентства. А что такое резидентство? Это нахождение физического лица на территории Российской Федерации более 183 дней, не в календарном году, а в течение 12 месяцев следующих подряд. И, соответственно, те лица, которые находятся более 183 календарных дней, грубо говоря, в России в году, те являются налоговыми резидентами. И, соответственно, если эти физические лица получили доходы за границей, любые доходы за границей, они обязаны отчитаться о получении этих доходов. Единственное, что с каждым, практически со всеми государствами у Российской Федерации заключены соглашения об избежании двойного налогобложения, и в зависимости от того, в какой стране получен доход, соответственно, там могут быть разные нюансы налогобложения. Но это в каждом случае индивидуально решается. Но физические лица должны отчитаться о доходах, полученных из-за границы. Следующая категория, которые лиц, которые должны отчитаться, это лица, получившие выигрыши, выплачиваемые операторами лотереи, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 тысяч рублей. То есть если выигрыши больше 15 тысяч, там отчитывается организатор этих азартных игр. Если менее 15 тысяч, то человек должен отчитаться сам об этих полученных доходах. Но здесь расчет, я так понимаю, на сознательность гражданина. Например, он получил выигрыш там 2 тысячи рублей, да? Ну и вот и не оплатил. Вот как в этом случае будет? Ну, на сознательность прежде. Вообще вся система налоговая рассчитывает на сознательность людей. И рано или поздно мы придем к тому, что сознательность у всех людей будет высокая. И даже с 2 тысяч рублей будем платить налоги. Но налоговая инспекция, естественно, прокладывает усилие к получению информации обо всех доходах физических лиц, с которых не удерживаются налоги. И, соответственно, побуждению потом этих физических лиц отчитаться от своих доходов. Следующая у нас еще есть категория людей, которые обязаны отчитаться. Значит, это физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемые в ЕМАГО им, как наследникам, авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений полезных моделей и промышленных образцов. Но это очень маленькая категория таких людей, практически единицы. Поэтому не очень много таких. И последняя категория, про которую я хотел бы упомянуть, это физические лица, получившие доходы от физических лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем. Доходы в денежно-натуральных формах в порядке дарения, за исключением случаев, когда такие доходы не подлежат многобложению. Но вот, в частности, это касается прежде всего дарения, то есть доходов, полученных в результате дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, поев, да? И если только эти имущества, транспортные средства, акции не были подарены членами семьи или близкими родственниками, в соответствии с семейным законодательством. Близкими родственниками являются супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители и усыновленные. Да, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные, братья и сестры. Вот это члены семьи, близкие родственники. То есть, если доходы получены в порядке дарения от этих лиц, то они не подлежат налогобложению. Вот во всех остальных случаях, то есть, если имущество подарено каким-то, ну, человеком, которым... Ну, просто другом. Да, другом там или еще, ну, любым другим физическим лицом, то эти доходы подлежат налогобложению. Физическое лицо обязано отчитаться об этом доходе. Так что помните, дорогие друзья, и не забывайте, что отчитываться обязательно, даже если вам ваш друг, товарищ, брат подарил квартиру или автомобиль. Я думаю, что таких случаев, такие случаи все-таки есть. И давайте, наверное, теперь подробнее немножечко поговорим о личном кабинете налогоплательщика. Вообще, абсолютно классная функция того, что декларацию можно заполнить там, все в электронном виде это сдать, не нужно никуда ходить. Давайте вот мы на этом остановимся поподробнее. Дело в том, что у многих, скорее всего, радиослушателей и телезрителей, сейчас возникает вопрос. Как же все-таки подключиться к этому личному кабинету налогоплательщика, если, например, он еще не создан, его нет, вот как быть, куда с этим бежать, что делать? Подключить, значит, личный кабинет можно несколькими способами, ну, в частности, четырьмя основными. Первый, самый, наверное, простой, самый обычный способ это прийти в налоговый орган, при этом в любой налоговый орган, то есть вне зависимости от того, где человек прописан, где он проживает, он может в любом городе прийти в любой налоговый орган со своим паспортом, вот, и, ну, написать заявление или просто сообщить инспекторам о том, что он хочет подключить личный кабинет и его подключат к личному кабинету. То есть ему будет оформлен логин, пароль для входа в личный кабинет, при этом, ну, этот пароль будет действовать в течение только месяца и человеку нужно будет обязательно в течение этого месяца зайти в свой личный кабинет и этот пароль изменить уже на тот, который, ну, вот, данные и логины пароля нужно, конечно, сохранить, чтобы не забыть их, потому что многие почему-то теряют и потом, ну, зайдя один раз там по какой-то нужде там своей заполненной декларации или посмотреть про имущество или заплатить налог, ну, вот, потом теряют этот пароль и для этого, ну, чтобы восстановить пароль, им нужно будет опять идти в инспекцию, получать новый пароль, вот. Но есть такая функция в личном кабинете, там можно оставить свой телефон и свою электронную почту, и тогда восстановление пароля можно будет сделать путем получения информации на свой e-mail, либо на номер телефона. И, то есть, не надо будет ходить в инспекцию, это вот как бы такой способ. Вот, дальше, можно получить доступ к личному кабинету, написав заявление на получение доступа к МФЦ Мурманской области. Через многофункциональные центры. Да, через многофункциональные центры. Дальше, можно зайти в личный кабинет через, с помощью своей учетной записи, используемой для авторизации на едином портале государственных и муниципальных услуг. Через госуслуги. Через госуслуги. То есть, но это только касается тех людей, которые свою подпись в госуслугах и свою карточку подтвердили, но тоже придя в МФЦ, там нужно прийти и предоставить свой паспорт, чтобы там была отметка стояла о том, что человек действительно соответствует. Что это ты? Да. И тогда, если у человека есть такой личный кабинет на госуслугах, тогда он может зайти в личный кабинет на сайте. То есть, когда плательщик уже на сайте налогов. Да, все залит. Вот. Ну и дальше, если физическое лицо имеет квалифицированную электронную подпись, но это тоже мы говорили, что… Это по большей части касается индивидуальных предпринимателей. Да, то есть, у них есть такие подписи, а у физических лиц таких подписей нет, поэтому в большинстве случаев это не касается. Ну вот, самый простой способ – это все-таки пройти в инспекцию, либо в МФЦ, написать заявление. Ну, там помогут и расскажут, что с этим делать дальше. Ну, форма заявления очень простая, то есть, все это элементарно там заполняется. Главное, чтобы был паспорт с собой. Какие функции у личного кабинета есть еще помимо сдачи деклараций? Что там полезного можно почерпнуть? Вообще там очень много всего полезного. То есть, помимо того, что все люди практически, все физические лица являются плательщиками у нас имущественных налогов. И вот, вся информация обо всех объектах налогоблажения есть в личном кабинете. То есть, человек видит все свое имущество, которое за ним зарегистрировано. Он видит кадастровую стоимость своего имущества, видит там мощность всей своей машины, все свои участки, при том, все, что у него есть, любое имущество на территории всей страны. Он может видеть, какие налоги исчисляются по каждому объекту. Он видит в личном кабинете сформированные ему налоговые уведомления на оплату налога. Он может через личный кабинет осуществлять оплату онлайн всех налогов. Может задавать вопросы любой инспекции и любому налоговому органу, где у него есть либо объекты, либо где он стоит на учете в качестве по месту жительства. То есть, может общаться через личный кабинет. При этом эти заявления и обращения налогоплательщика через личный кабинет рассматриваются в укороченном порядке, ну то есть в течение двух-трех недель. Не в месяц, как положено по закону, а в течение буквально двух недель. Вот. И еще одна хорошая функция. Там есть справки о доходах каждого физического лица. И даже не только справки о доходах, но еще есть информация об уплаченных страховых взносах за физическое лицо работодателем. То есть, на самом деле, очень полезный личный кабинет для каждого физического лица. Да, потому что можно воспользоваться взаимодействием с налоговой именно через личный кабинет. Не нужно никуда ходить, не стоять никакие очереди. Онлайн все доступно, все можно сделать. Павел, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Напомним еще раз, что сроки предоставления декларации в этом году и, как обычно, до 30 апреля 2021 года. Друзья, не забудьте отчитаться за прошедший 2020 год, собственно говоря. Спасибо, что пришли. Спасибо за интересный рассказ. Приходите к нам еще. Это была программа «Открытая студия». Далее вас ждет программа «Хачу и баса» на волнах «Радио Рекорд». Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Открытая студия. Открытая студия. Продолжение следует...